Небольшому театру подарят новую жизнь. В ближайшие три года его перестроят и сделают гораздо удобнее и для артистов, и для зрителей. Художественный руководитель вместе со своей труппой из 15 актёров ждут перемен. Коллектив Небольшого репетирует и выступает в здании бывшего кинотеатра на Пушкинской с 2004 года. Помещение артиста обжили и обустроили, но места им всё-таки не хватает. Второй этаж служит костюмерно, а в зале непредусмотрены места для зрителей с ограниченными возможностями. Зал кинотеатра вмещает всего 180 человек, но самое сложное, что у нас нет репетиционных помещений, и любой выпуск следующего спектакля требует остановки проката. На перерождение театра в бюджете заложено 90 миллионов рублей из региональной казны, а также 340 миллионов из федеральной. На эти средства в ближайшие три года будет перестроено здание. Увеличится зрительный зал, он будет рассчитан на 300 мест. Также добавят просторный холл, гримерный и зала для репетиций. От старого строения планируется оставить только фасад. Кроме того, там будут соблюдены все современные требования, все нормы в плане вентиляции, в плане всех дистанционных, в плане безбарьерной среды. Это будет очень здорово. Коллектив библиотеки «Содружество» на Верхнеполевой тоже готовится к обновлению. В следующем году учреждения сделают современный ремонт, проведут скоростной интернет и организуют детскую зону. Также классическое книжное забрание превратится в современную модельную библиотеку. Модельная библиотека – библиотека будущего, новая библиотека. То есть здесь происходит трансформация всего, начиная с книжного фонда до помещений. Это библиотека, в которой будет закуплено более 7 тысяч экземпляров книг. Из них 2 тысячи будет закуплено на языках народов Повожья, так как наша библиотека, она специализированная. Эта библиотека обладает своим шармом и национальным колоритом. Кроме классического читального зала, в ней есть музей с костюмами, игрушками и предметами быта народов Поволжья. По словам заведующий, переход в новый формат не нарушит этническую атмосферу. Напротив, трансформация усилит народную тематику. В здании планируется установить окна-витрины с поволжскими нарядами. В рамках национального проекта «Культура» из федерального бюджета будет выделено 5 миллионов рублей, из муниципального бюджета будет выделено 1 миллион 250 тысяч на ремонт. 5 миллионов пойдут на оборудование и приобретение книжного фонда, а 1 миллион 250 на ремонт библиотеки. О районных учреждениях культуры также не забыли. 30 миллионов из федерального бюджета выделят на обновление книжного фонда Демитровградской и Сенгелеевской библиотек.